Пернатые постояльца центра Велес тревожены. В номере люкс поселилась летающая львица. Ближайший сосед тундровый лебедь Серёжа ревниво заглядывает через плечо ветеринарного врача, когда та отпирает дверь бокса с хищницей. Привет, красотка. Привет, моя умница. Умница, задавшая накануне Нового года жару сотрудникам аэропорта и нескольким МЧСовцам, сегодня ведёт себя как обычный котёнок, правда, весящий 33 кило в свои 4 месяца. Пытаешься лечь здесь, она начинает играть, начинает скарп снимать так зубами. Поэтому с ней спать тут жить невозможно. Доставить сбежавшую из контейнера в багажном отсеке пассажирку-хищницу в реабилитационный центр было только началом большого пути. Первые три дня рассерженная гостья отказывалась есть и грубила в ответ на попытки пообщаться. Дистанцию пришлось сокращать терпеливо, сантиметр за сантиметром. Львы очень контактные животные, она ещё маленький котёнок. И им нужен прайд, им нужны обнимашки, им нужно общение. Когда двуногие посетители отсутствуют, компанию юной царицы зверей составляют плюшевая корова до пары настоящих кабанов за окном. Василий и Молекула не ведают, что за их подростковым страстным романом следит пара хищных глаз. Аппетиту новенькой будь здоров. Вместо положенных двух килограммов говядины она ежедневно съедает три. Хрящи ты точно не будешь, не барское это дело. Имя принцесси в Велесе придумали сразу. Назвали Эльзой в честь героини книги, рождённая свободной, известного биолога Джой Адамсон. Но раполова не кения и шансов вернуть малышку в дикую природу практически нет. Некорректно оформленные документы не позволяют рассчитывать ни на артистическую карьеру, ни на прописку в зоопарке. Место рождения неизвестно. Известно только, что какой-то шейх подарил её чеченцу, а чеченец подарил её уже человеку из Санкт-Петербурга. Сколько она находилась в Чечне, родилась ли она где-то там в арабских странах, либо она уже в Чечне, этот шейх. В общем, история умалчивает. Будущая обладательница таинственной родословной сотрудники Велеса пока не прогнозируют, являя образец гостеприимства. Нас и здесь неплохо кормят. Это подтвердил бы, если бы мог, Геннадий Гражданский, обнаруженный год назад на помойке в Калининском районе. Но Эльза, которую, вопреки истории с географией, не спешат называть грозной, иногда жалуется. Начинает привыкать, начинает звать. А как звать? Ну, они как мамы. Эти новые просторные апартаменты готовят для первого Эльзиного выхода в свет. Случится это, правда, лишь когда на улице установятся стабильные плюс 7-10. А здесь со временем планируют пристроить утепленную часть. Правда, средств на этот комфорт пока не нашли. Вызывает вопросы и необходимость со временем увеличить рацион Эльзы до 6 килограммов говядины. Взрослой львице положено съедать именно такое количество мяса ежедневно. Многочисленные обитатели Велеса не из веганов, довольствуются более бюджетной курятиной. Но экономить на монаршей особе не получится. Это значит, без помощи благотворителей и общественной поддержки точно не обойтись.